Добрый вечер, уважаемые телезрители. 29-30 января в Полевском прошли соревнования первенства Свердловской области Министерства образования по лыжным гонкам. Участвовали спортсмены из 20 спортивных школ Свердловской области в составе 260 человек. По итогам первенства на дистанции 2 километра воспитанница Сухоложской спортивной школы Дарья Вяткина стала чемпионкой, заняв первое место. Во второй день соревнований на дистанции 3 километра коньковым ходом Дарья Вяткина вновь вошла в тройку сильнейших, заняв третье место. В эти же дни в городе Сухой Лог прошли финальные игры Южного Уральского округа школьно-баскетбольной лиги «Кэсбаскет» среди девушек и юношей. В играх среди девушек приняли участие 4 команды – Сухой Лог, Каменск-Уральский, Богданович, Белоярский. Результаты встреч – Сухой Лог, Каменск-Уральский, 76-10, Богданович, Белоярский, 30-40, Каменск-Уральский, 26-37, Сухой Лог, Богданович, 73-34, Богданович, Каменск-Уральский, 40-32, Белоярский, Сухой Лог, 37-58. Команда девушек города Сухой Лог, набрав 6 очков, заняла первое место. На втором месте – команда поселка Белоярский и на третьем месте – команда города Богданович. Финальные игры среди юношей предварительно проходили в двух подгруппах. Всего участвовало 6 команд из 6 населенных пунктов – Сухой Лог, Азбест, поселок Белоярский, Сесерский район, Каменск-Уральский и Богдановичский. Победителем стала команда юноши из города Азбест, второе место заняли юноши из Богдановичского района и третье место – команда из города Каменск-Уральский. В результате упорной борьбы команда юноши города Сухой Лог заняла четвертое место. 28-30 января в Нижнем Тагиле прошло первенство Свердловской области по тяжелой атлетике среди юношей. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Каменск-Уральского, Верхней Салды, Екатеринбурга, Нижнего Тагила и других городов области. Наш город представлял воспитанник клуба «Олимпик» Сергей Бурсин. В весовой категории 85 кг из 14 участников Сергей занял первое место с результатом в сумме двоеборья – 245 кг. В эти же дни в Серове прошел областной турнир по настольному теннису на Кубок главы Серовского городского округа, в котором приняли участие юноши и девушки в составе 73-х человек. По итогам соревнований сухоложские спортсмены клуба «Олимпик» под руководством тренера Елены Родомской заняли следующие места. Михаил Вдовин – 8 место, Александр Олешкович – 9 место, Иван Прокин – 12 место. Среди девушек Екатерина Родомска заняла 5 место. На сегодня это все спортивные новости. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok